Долг каждого мужчины, кто следующий на прививку и промышленность на колесах. Беларусь отмечает день машиностроителя. Какую технику производят в Бобруйске и почему ее уважают во всем мире? Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели, а те, кто видел все своими глазами. Я Максим Кембель, мы начинаем. Ограничения сняты, цены поднимаются и почти даром. Новым указом президента Беларуси дом на селе можно будет приобрести за одну базовую величину. Когда документ вступит в силу и кто будет составлять списки. Сделано в Беларуси. Сегодня поздравления принимают машиностроители. Официально последние воскресенья сентября их профессиональный праздник. Когда мы видим, сколько нас, мы чувствуем такую силу, мощь нашей промышленности. Почему эта отрасль одна из самых важных и куда доезжает техника Бобруйск-Агромаша? Электромода. Беларусы пересаживаются на гироскутеры, сигвеи, моноколеса. Существуют некоторые ограничения для передвижения таких категорий. Какие для них действуют правила и сколько стоит такой транспорт? Национальный колорит. Магазин белорусских сувениров распахнул свои двери в Бобруйске. Изделие на любой, не только вкус, но и кошелек. Какой ассортимент и кто перерезал красную ленту? Итоги выборов. Богатые тоже плачут и крушение самолета. Спасатели обнаружили обломки Ан-26, который пропал с радаров в Хабаровском крае. Есть ли выжившие? Сегодня день машиностроителя. Отрасль – одна из крупнейших в промышленности. Самосвалы, тракторы, легковые, грузовые автомобили. Технику под брендом «Сделанной в Беларуси» уважают во всем мире. В Бобруйске тоже есть свои гиганты. Сельскохозяйственные машины «Агромашка» лесят в более чем 50 странах ближнего и дальнего зарубежья. Карина Гуревич отправилась на производство. Сельское хозяйство – одна из ключевых сфер белорусской экономики. Ее успех – это высококлассная техника. У нас есть такая. Бобруйска «Громаш» – флагман отечественного машиностроения. Это целый холдинг. В его составе шесть предприятий, а это три тысячи специалистов. Один из них – Валерий Алексеев. На «Громашен» уже 30 лет. Признается – в работу, вкладывает душу. Хотя все получилось случайно. Искал временную работу, а нашел постоянную. Дружный коллектив, грамотное руководство и комфортные условия – некоторые из плюсов. В инструментальном цеху за его карьеру менялись люди, оборудование. Неизменно лишь одно – высокое качество в обруйской технике. Вся работа нашего цеха – это в основном точность. Это шероховатость обработки, точность точения. Мы работаем не в каком-то одном направлении, по какой-то одной машине. Мы практически участвуем во всех машинах. Также выпускаем инструмент, штампы для холодной штамповки, литейные формы, мерительный инструмент делаем. Вначале деталь, на финише – классная техника. Сейчас Бобруска-Громаш – это больше 150 видов машин. Колесят они почти по всей Беларуси. Аграрии доверяют. МТУ-18 – разбрасыватель твердых органических удобрений. Вес полуприцепа – 6 тонн. Грузоподъемность – 18. Конвейер работает в обе стороны. Машина сильно сокращает время обработки почвы. Экспорт. И здесь 60% продукции уходит за рубеж. В 50 – стран мира. СНГ, Европа, Скандинавия, Африка. И это, считают на предприятии, далеко не предел. Работа по освоению новых рынков – постоянная. В этом году мы реализовали знаковый для себя проект поставки в Монголию 250 единиц техники. Вышли на рынок Франции, Венгрии. Ну и мы не планируем останавливаться на достигнутом. У нас есть наработки по организации новых сборочных производств, по освоению новых видов продукции. Но это уже, так сказать, коммерческая тайна. Кто хорошо работает, так же отдыхает. Этот праздник агромашевцы заслужили. Сегодня день машиностроителя. В этот раз в театр принимает заводчан. Начинают с награждения. От водителя до начальника каждый вносит вклад в развитие предприятия. Для них цветы и слова благодарности. Подготовили и особенный сюрприз. На сцене заслуженная артистка Белоруссии, певица Ирина Дорофеева. От всей души и очень торжественно хочу поздравить сотрудников холдинга Бобруск Агромаш с вашим профессиональным праздником. Хочу пожелать, чтобы вот тот, наверное, механизм под названием «Жизнь», ваш человеческий организм, чтобы он всегда функционировал, был в тонусе, чтобы вы были наполнены жизненной силой, энергией, чтобы каждый день хотелось работать, творить, созидать. Мы впервые, наверное, за долгие годы мы собрали весь наш холдинг, все наши 7 предприятий. И было очень отрадно видеть сотрудников из Молодечина, из Орши, из Бреста. Вы знаете, когда мы видим, сколько нас, мы чувствуем такую силу, мощь нашей промышленности. Машиностроение Белоруссии – это не только просельское хозяйство. Велосипеды, пассажирский транспорт, военная и карьерная техника. К примеру, БелАЗ выпускает самую широкую в мире линейку самосвалов грузоподъемностью от 30 до 450 тонн. Машины – один из брендов Беларуси. Предприятие удерживает треть мирового рынка. И это лишь малая часть того, чем гордится республика. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели. Первый этап – запасов достаточно и высокоскоростное подключение. БелТелеком поднимает цены на услуги с 1 октября. Насколько и кого это не коснется. Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. Новым указом президента Беларуси дом на селе можно будет приобрести за одну базовую величину. Он позволит навести порядок. Документ вступает в силу со следующей недели. Купить пустующее и ветхое жилье станет намного проще. Предусмотрено поэтапное снижение цены на аукционе. На некоторых территориях постройки будут сразу продавать за 29 рублей. Список определяют местные власти. Сейчас формируется база. Счет идет на тысячи. Воздушное сообщение между Россией и Беларусью полностью восстановлено. Оно было временно ограничено из-за пандемии коронавируса. Напомним, в июне до 10 в неделю было увеличено число регулярных полетов между странами. С 1 августа удвоено количество из Москвы в Минск, а также из Сочи и Краснодара. Кроме того, появились и другие зарубежные маршруты. Это Испания, Ирак, Кения и Словакия. Белтелеком поднимает цены на услуги с 1 октября. Это касается доступа в сеть интернет. Пользователям линеек ясно, семейный бизнес-кейс волноваться не стоит. Их тарифы останутся на прежнем уровне. Стоит отметить, стоимость увеличится в среднем на 4%. Более подробная информация на официальном сайте оператора. Дефицита сахара в Беларуси нет. Наши ресурсы позволяют полностью обеспечить потребность внутреннего рынка в этом продукте. Об этом накануне заявил председатель концерна Белгоспищепром Анатолий Бубин. На складах профильных предприятий достаточно запасов – более 12,5 тысяч тонн. Белый продукт входит в перечень товаров, первой необходимости, цены на которые регулируются государством. Первый этап репетиционного тестирования стартует в октябре. Пройти его можно непосредственно в самом пункте, либо онлайн. Для этого необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте РИКС. Слово РТ позволяет абитуриентам определить пробелы в знаниях, а также познакомиться с технологией сдачи испытания и психологически подготовиться. Цифры растут, вакцинация становится все ближе. В Бобруське привиться от коронавируса можно буквально на каждом шагу. Например, мобильные бригады выезжают в торговые центры, общежития на предприятия. Какие препараты в наличии и что нужно, чтобы пройти процедуру? Все ответы в нашем следующем репортаже. Прививаться или нет? Наталья Маховик давно задается этим вопросом. Коронавирус, к счастью, ее обходят стороной. Да и после работы нет времени ходить по поликлиникам. А тут вакцина сама приходит. В торговом центре недалеко от дома можно и продукты купить, и обезопасить себя от опасной болезни. С собой необходим только паспорт. Почему вы решили вакцинироваться? Так как я работаю с людьми, решила себя подстраховать и сделать вакцину. Как вы себя чувствуете после прививки? Хорошо. Есть ли какие-то болезненные ощущения? Нет. Пункт хоть и мобильный, но все необходимое есть. Перед введением препарата – обследование. На месте врач проверяет пульс, измеряет давление и температуру. Пациент заполняет анкету. Только после этого – укол. На выбор две вакцины – китайский Вероцелл и российский спутник ВИМ. Не забывайте, прививка двухкомпонентная. Пользуясь случаем, приглашаю всех сделать свой осознанный выбор, провакцинироваться, победить инфекцию COVID, эту пандемию и защитить себя и своих близких. Кроме торговых центров, мобильные бригады выезжают в общежития, на предприятия и на дом к людям с инвалидностью. Полностью экипированные. Вакцину перевозят в переносных холодильниках. Процедура занимает не больше 10 минут. Это у нас доктор, который ведет прием, осматривает человека и выносит разрешена или не разрешена вакцинация, допуск вакцинации. Медсестра, которая непосредственно производит вакцинацию. Также еще помощник, который помогает измерять сатурацию воздуха, артериальное давление и температуру. То есть в основном это, конечно, три человека, но иногда два. Напомним, в Беларусь пришла четвертая волна коронавирусной инфекции. Эффективный способ защиты – массовая вакцинация. Медики напоминают, чтобы выработался коллективный иммунитет, должно быть привито не менее 60% населения. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Как вы уже поняли из нашего сюжета, сделать прививку от вирусов в Бобруйске можно буквально на каждом шагу. Тем более специалистам не стоит повторять, вакцинация – самое лучшее оружие в этой борьбе. А вот почему и какие препараты есть в городе, нам расскажут сами медики. У нас гостя главный врач Бобруйска Крупенч Оксана Николаевна и главный государственный санитарный врач города Бобруйска и Бобруйского района Лайтер Дмитрий Николаевич. Добрый вечер, Дмитрий Николаевич. Первый вопрос вам. Расскажите, пожалуйста, о эпи-ситуации в стране и в частности в нашем городе Бобруйске. Добрый вечер. В настоящий период времени в целом по республике Беларусь отмечается подъем заболеваемости. И по данным официального телеграм-канала Министерства здравоохранения, четвертая волна инфекции COVID-19 пришла к нам в конце августа, в начале сентября этого года. По статистике, которая прослеживается по городу Бобруйску, мы также фиксируем рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Если смотреть с предыдущей недели, рост у нас на 25%. Если сравнивать данные показатели с аналогичным периодом прошлого года, то рост больше, чем на 70%. Также в середине августа у нас фиксируется подъем заболеваемости в негоспитальными пневмониями и рост заболеваемости инфекцией COVID-19. Если можно, тогда о препаратах, какие в городе есть? Можно мифы размечать. Некоторые говорят, что это чуть ли не чипирование, бесплодие может вызывать. В настоящий период времени для действенной профилактики коронавирусной инфекции альтернативы вакцинации нет. То есть у нас, в принципе, используется... В настоящий период времени в городе имеются две вакцины. Это гамм-ковид-вак или спутник ВИИ, более известный нам. И также китайская вакцина ВИРАСЭЛ, которая идет инактивированная. И одна, и вторая вакцины эффективны. Что касается спутника ВИИ. Согласно данных производителя, эффективность в вакцинации составляет 91,6%. Много вопросов тоже задают по поводу эффективности в отношении новых штаммов. Дельта, Дельта Плюс и так далее. По приведенным данным, опять же, центром имени Амалея, озвучивают, что эффективность 81%, даже против новых штаммов. О чем это говорит? Да, что из 100 человек, которые привиты, 81, которые столкнутся с этим вирусом, он не заболеет. А остальные, даже если заболеют, то заболевание не будет протекать в тяжелой форме. Вторая вакцина, это китайская, инактивированная. То есть, это классическая вакцина. Она также эффективна, и эффективность составляет порядка 80%. Вообще, в целом, если брать вакцинацию, то вакцина считается эффективной, если она обеспечивает иммунный ответ у более чем у 60% привитых. Поэтому и одна, и вторая вакцина эффективны. Это в любом случае. Мы должны понимать, что, учитывая то, что лечения конкретно против коронавирусной инфекции не существует, другой альтернативы нет. Это вакцинация. Это действительно защита себя, своих близких, своих родственников. Особенно пожилых, у которых уже имеется определенный груз хронических заболеваний. Вакцина безопасна для человека? Вакцина, как и любой лекарственный препарат, имеет свои противопоказания и имеет свои определенные побочные эффекты. Что касаемо данных препаратов, которые используются по городу Бобруйску, и в целом по нашей стране, у нас уже привито по городу Бобруйску и Бобруйскому району 25% населения. Это по первым компонентам. И чуть более 20% люди, которые завершили вакцинацию в полном объеме. Но вы должны понимать, что цифра довольно внушительная. И у этих людей, которые уже вакцинировались, каких-либо сложных и тяжелых побочных реакций не зарегистрировано. А тем более смертельных исходов, как иногда прописывают в телеграм-каналах. Этого не было. Я думаю, что медики подтвердят данную информацию также. Но опять же, для каждого препарата, как я уже говорил, есть определенные противопоказания и показания к применению. То есть у нас не применяются вакцины для лиц младше 18 лет и не применяются для беременных женщин. Ну и опять же, одно из временных противопоказаний – это обострение хронических заболеваний. И наличие в анамнезе заболевания COVID-19, новой коронавирусной инфекцией, если прошло менее трех месяцев. Оксана Николаевна, теперь вопрос к вам. Про вакцины мы узнали, в принципе, все. А где можно записаться у нас в городе на процедуру? В территориальной поликлинике при личном обращении гражданина, посредством телефонной связи, а также через сеть интернет. Также у нас на сегодняшний день работают 33 мобильные привилочные бригады, которые ежедневно циркулируют по предприятиям и организациям города и прививают наших бобруйчан. Также любой может привиться прямо не в стенах учреждения здравоохранения, а у себя на работе. Также в прошлой неделе мы начали работать по вакцинации нашего населения на базе крупных торговых центров города. Это корона, это гипермаркет Евроок и торговый центр Абсолют. Также любой желающий может при посещении данного торгового центра после осмотра наших специалистов привиться к вакцине против инфекции COVID-19. Также мы начали выезжать в крупные общежития Ленинского и Первомайского районов нашего города, чтобы наши граждане после рабочего дня могли провакцинироваться прямо по месту жительства. Для кого не секрет, что в Беларуси четвертая волна коронавируса? Городские мед. учреждения готовы к ней? Да, абсолютно готовы. Как и ранее, специационарную медицинскую помощь нашим бобруйчанам и жителям 4-х близлежащих районов указанных Бобруйская центральная больница имеется все в достаточном количестве для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Это и лекарственные препараты, и средства индивидуальной защиты, и антисептики, и ДЭС-средства. Все имеется в полном объеме, мы готовы. Что касается амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, также все готовы для оказания помощи пациентам с COVID-инфекцией и контактам первого уровня. На сегодняшний день функционирует 27 контакт-групп, которые на амбулаторном этапе оказывают помощь данным пациентам. Все учреждения прозонированы, разграничены потоки пациентов. Также буквально 21 сентября издан приказ Министерства здравоохранения 1141, в котором прописаны изменения в оказании специализированной медицинской помощи и приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров. О вакцине мы поняли, что это самое действенное оружие сейчас в борьбе с коронавирусом. А есть среди привитых люди, которые болеют в тяжелой форме? Вакцинация не только предупреждает возникновение заболевания, но и предупреждает неблагоприятный исход и тяжелое течение. На сегодняшний день среди пациентов тяжелых, находящихся на аппарате ИВЛ, привитых нет. Дмитрий Николаевич, напоследок, простой вопрос, но все-таки очень важный. Как себя предохранить от коронавирусной инфекции? Остаются меры профилактики, которые были разработаны еще и в 2020 году, были рекомендованы и Всемирная организация здравоохранения, и нашей Министерством здравоохранения. То есть, в принципе, один, ну, первый вопрос, это соблюдение масочного режима, так называемого, это использование средств дальней защиты в местах, где мы не можем обеспечить социальное дистанцирование. Мы все должны осознавать свою ответственность за окружающих нас людей, как знакомых, так и наших близких, с теми людьми, с которыми мы пересекаемся в общественном транспорте, в каких-то торговых объектах. Потому что если мы будем заболеть, сам человек, заболевший встречается с другим, не заболевшим, может эту инфекцию передать. Интересную статистику приводила Всемирная организация здравоохранения. Получается, что если два человека находятся в одном помещении, близкий контакт, один из них заболевший без маски, второй, не заболевший в маске. То есть шанс заболеть у человека в маске по порядка 20%. Хотя он использует средства дальней защиты. Если используют оба, то это уже доли процента. То есть доли процента, то есть шанса практически нет. Поэтому мы должны понимать, что маски должен использовать каждый человек. И при том, тут тоже один из вопросов, который задают, вот после прививки надо ли использовать те же средства дальней защиты органов дыхания, те же маски, обязательно надо использовать. Особенно для людей, которые не привиты еще полным циклом. Иммунитет формируется на 14-21 день после завершения уже вакцинации. То есть после второй прививки. Полного курса. Да, полного курса. Ну и также остаются наши меропрофилактики, которые были до этого. То есть моем руки. Обрабатываем руки, если мы не можем их помыть. Избегаем честного контакта, обеспечиваем социальное дистанцирование. Еще один немаловажный момент. Не трогаем грязными руками лицо, глаза, рот. То есть для того, чтобы не допустить проникновения вируса в наш организм. При кашле и чихании соблюдаем респираторный этикет. В обязательном порядке. Ну и в принципе все. Самое главное, чтобы все люди у нас были здоровы. Спасибо за интересный и познавательный разговор. Я напомню, у нас в гостях были главный врач Бобруйска Крупенчик Санна Николаевна и главный государственный санитарный врач города Бобруйска Бобруйского района Лайтер Дмитрий Николаевич. Сейчас к другим темам. Годен или не годен, вот в чем вопрос. В военном комиссариате Бобруйска проходит заседание призывной комиссии. В ходе осенней кампании на срочную военную службу отправят около 400 человек. Сейчас решается, кто отправится в часть в ближайшее время, а кому предоставят отсрочку, ли вовсе освободят от призыва. Часть зависит от рода, вида войск. Это воинские части сил специальных операций, воинские части противовоздушной обороны, органов пограничной службы, внутренних войск, органов КГБ. Призыв проходит организованно, спокойно, без нарушений и проблемы. Последняя призывная комиссия пройдет 30 ноября. Парни, отобранные для транспортных войск, отправятся на службу в период с 25 октября по 5 ноября. Остальные с 14 числа по 17 последнего осеннего месяца. Сделано с любовью. В Бобруйске открылся магазин с национальным колоритом. Белорусский сувенир. Адрес Горького, 41. Здесь представлена красота и щедрость родной земли. Ее история и традиции в изделиях отечественных мастеров. Продукция зелена. Дерево, керамики, игрушки, слуцкие пояса и многое другое. Выбрала себе сувенир и Ольга Васенда. Вторник, 12.00. На Горького, 41. Торжественная обстановка. Красная лента и девушки в национальных костюмах. Повод есть. Здесь открывается новый магазин с говорящим названием «Белорусский сувенир». Среди гостей и Валерий Иванов, управляющий делами президента Беларуси. Музыка, ножницы в руках. Все готово. Исторический момент. Долгожданное событие для Бобруйска. Всем привет. Уже внутри, на правах хозяина, директор фабрики художественных изделий, рассказывает о проделанной работе. Управляющий делами президента дает высокую оценку. Плюс на месте принимают решения, ассортимент нужно разнообразить. Вся продукция, которая выпускается нашими предприятиями «Белохудожественным промыслом», она востребована. Очень много едет и туристов, и гостей. Да, и нагородние, которые, к примеру, приезжают в город Бобруйск, они должны приобрести какую-то вещь на память, либо для дела, для того, чтобы были воспоминания, хорошие воспоминания посещения этого прекрасного города, города Бобруйска. Это не просто магазин, настоящий город мастеров. Только под крышей. Заказчик – «Белохудожественным промыслом». В составе объединения семь предприятий. Слудские ПСА, Крыница-Полесье, Скарбница, Пинск, Гомель, Слоним, Бобруйск, Минск. Продукция которых представлена на прилавках. Вся с национальным колоритом. Большинство изделий сделаны с использованием максимального количества ручного труда. Ручной труд ценится как у нас, так и за рубежом, и ценится высоко. Естественно, чем больше ручного труда, чем больше натуральных тканей, натуральных красителей, тем дороже изделия. Но при этом максимально стараемся представить в нашей ассортиментном перечне изделия на любой не только вкус, но и кошелек. Большинство товаров – хендмейт, вышивка, керамика, ковка, резьба по дереву, инкрустация соломкой. Одежда на манекенах – эксклюзив. Купить можно, но только под заказ. Сувениры тоже на любой вкус и цвет. Плетеные куклы, постельные комплекты из льна, статуэтки. В моих руках – полоская шкатулка. Техника плетения, расщепленная лоза, ручная работа. Процесс, конечно, долгий и трудоемкий, но оно того стоило. Такая вещь прослужит целое столетие. Напомним, магазин расположен по адресу Максима Горького, 41. Время работы – с 10 утра до 6 вечера. Выходной – понедельник. Приходите и покупайте белорусское. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Транспорт с приставкой «Электро». Белорусы все чаще пересаживаются на современные средства передвижения – гироскутеры, моноколеса. Во время пандемии они стали более актуальными. Но о правилах забывать не стоит. Скоростной лимит, возрастные ограничения, оснащенность фонарем и тормозами. Лишь некоторые из них. Карина Гуревич о новой моде и старых штрафах. Галина Пехота всю жизнь на велосипеде. Но время не стоит на месте. Наша героиня старается с ним шагать в ногу. Поэтому купила себе электросамокат. Сын посоветовал. Теперь только на нем и передвигается. На зарядку уходит три часа. Ее хватает на 50 километров. Плюс есть звонок, фонарик и корзина. Паркую. Есть у меня замочек, если куда-то зайти в магазин. Здесь даже предусмотрена сигнализация. Но так вообще поднимаю на этаж. Он весит 17 килограмм. Это более удобная вещь. Легкая, подвижная. Удобно добираться на работу. В связи с нашими условиями, скажем так, в период пандемии, как исключение. Меньше контакта. Гироскутер, сегвей, моноколесо. Электротранспорт все больше завоевывает любовь белорусов. Что неудивительно. Одни плюсы. Легкие, экологичные, быстрые. И цены не кусаются. Стоит не дороже велосипеда. От 500 рублей. В использовании тоже прост. Справится даже ребенок. На нем приятно кататься. Можно разгоняться. Ну и удобно. А где ты на нем катаешься? Я катаюсь на специальных площадках. Детский парк, взрослый парк. Теперь об ответственности. Как и любые другие участники дорожного движения, владельцы электротранспорта обязаны соблюдать ПДД. Для участия в дорожном движении необходимо соблюдать следующие правила. Максимальная скорость не больше 25 км в час. Фонарь или фары. Исправные тормоза и руль. Их выполнение. Безопасность ваша и окружающих. Между пользователями устройств с электродвигателями и пешеходами ставим знак равенства. Следовательно, за нарушение правил их ждет штраф до 87 рублей. За пьяное вождение до 145. Существуют некоторые ограничения для передвижения таких категорий. Это нахождение в состоянии алкогольного опьянения. И лица, они достигшие 12-летнего возраста, за исключением пешеходных и жилых зон. Проблема загрязнения воздуха выхлопными газами как никогда актуальна. Электротранспорт – хорошее решение. И речь идет не только про гироскутеры, сегвеи, моноколеса, списки и зеленые машины. К слову, для них по всей Беларуси установлено около 500 зарядных станций. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели. Госдума 8-го созыва. Разговоры окончены и выход есть всегда. Таксисты заглушили мотор в Таиланде из-за ослабления потока туристов. Какое нашли решение и почему теперь их называют фермерами по неволе. Далее обзор громких мировых заголовков. МЧС России подтвердила гибель всех шести членов экипажа, потерпевшего крушение у Хабаровска самолета Ан-26. Он пропал с экранов радара в среду вечером во время технического полета. Обломки были обнаружены у подножия горы Хребтовая в заповеднике Большихих-Цирский. Более пяти часов спасатели добирались пешком по труднопроходимой таежной местности Высокогорье. Для оборудования и обеспечения лагеря наземной группировки был доставлен дополнительный груз с необходимым имуществом, снаряжением и продуктами. «Олигархической власти на Украине больше не будет», заявил президент страны Владимир Зеленский после того, как Рада одобрила законопроект. Киев решил четко определить, кто подпадает под это понятие, и наложить на них заметные ограничения. Для того, чтобы считаться олигархом, нужно попасть под три определения из четырех. По объему активов, владению предприятием монополистом, значительным влиянием на СМИ и участию в политике. Документ приняли на следующий день после покушения на помощника Зеленского. Несмотря на утверждения социологов о том, что популярность «Единой России» упала до исторического минимума, по итогам выборов она получает конституционное большинство. Вместо прогнозируемых 30-ти она набрала 50% голосов. Следом идут коммунисты с 19-ю. Всего в Думу, по данным ЦИК, проходят пять партий. Впервые за последние 18 лет. Как ожидается на свое первое пленарное заседание, депутаты Госдумы 8-го созыва соберутся 12 октября. В Германии завершились последние предвыборные дебаты. За три дня до голосования в телеэфире встретились представители семи крупнейших партий, в том числе и три главных кандидата на пост федерального канцлера. Повестка дня была выстроена вокруг вопросов внешней политики и безопасности. По последним опросам, большинство симпатий избирателей у социал-демократов. Блок консерваторов идет вторым с небольшим отрывом. Ослабление потока туристов в Таиланд вследствие пандемии COVID-19 заставило тысячи местных таксистов приглушить мотор. В Бангкоке сотням разноцветных ржавеющих авто нашлось новое применение. В них разбили небольшие огороды, призванные прокормить своих владельцев, оставшихся без работы. Кладбище для машин было оборудовано на одной из парковок в западной части столицы. Проливные дожди, характерные для сезона, помогают фермерам по неволе растить баклажаны, огурцы, перец, чили и базилик. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Новая неделя